Почему нет? Сексуальный засранец, дьявол, а? Блин. Травка, цепи, деньги, всё здесь. Модный УЗИ на коне. Что? Ребят, всем в усап. У нас появляется рубрика. Она будет называться «Музыкальный патронтаж». Суть в чём, я делаю реакции и перевод на новые песни, на новинки. А в «Музыкальном патронтаже» мы будем смотреть клипы, которым полгода, год, может быть, даже 10 лет, да, какой-нибудь 50 Cent in the Club, например. В общем, мы будем рассматривать самые грамотные, по моему и вашему мнению, песни за всю историю музыки. Ну, естественно, на которых есть клипы, потому что без клипов не очень интересно смотреть. И каждой вот этой песни, как бы, каждая песенка — это патрон. И мы будем собирать самый грамотный патронтаж вообще. Вот каждый патрончик будем набирать целый патронтаж музыкальный. Вот как-то так, ребят. Почему я решил сделать эту рубрику? Потому что многие просят меня посмотреть песни, которые уже не новые, в принципе. И я вроде как не очень хотел. Но вот, например, Lil Uzi Vert'a Tour Life у меня довольно-таки много ребят попросило посмотреть. Поэтому, ребят, сегодня у нас будет реакция на Lil Uzi Vert'a Tour Life. Хоть я его кучу раз уже смотрел. Ну, естественно, вы тоже, наверное. Но у нас будет реакция, разборчик и переводик. You feel me? Всё, ребятки, не будем тянуть, полетели. Конечно, Lil Uzi Vert, ребят, такой засранчик, я не могу. Он такой крутой. Вот эта песня, наверное, самая популярная песня у него в арсенале. В его патронтаже, да, как бы, ребят? 175 миллионов просмотров, 1 миллион лайков на 83 тысячи дизлайков. Травка, цепи, деньги — всё здесь. Модный Узи на коне. Нет, что? Если что, я вот арабский иероглиф или что это за иероглифы, я по ним читаю, как бы, и пою песню. Я тоже разбираюсь в этом языке. Ребят, нет, нет. Ребят, как Lil Uzi умеет двигаться? Это, конечно, вообще вот все его вот эти, знаете, полу какие-то гейские замашечки. Блин, он прям классный. Он такой, прямо, очень интересный, очень интересный персонаж, ребятки. Модный Узи на коне. Ребят, мне еще у Lil Uzi верта вот это движение... Плечикам нравится. У меня есть друг, он очень круто делает это движение, прям как Lil Uzi. Может быть, даже лучше. Вот эти, знаете? Е-е-е. Кто знает Lil Uzi верта, тот понимает, о чем я сейчас говорю. Ребят, от нуля до десяти, как вам эта киска? Ах, окей, все. Ребят, лучше. Продолжение следует... Вот такой вот интересный клип от Лилу Зверта, XO Tour Live, ребятки. Теперь у нас переводик. У меня, конечно, не получится так же вокалить шикарно, как у Лилу Зверта. Он говорит о том, что мне на самом деле вообще похоже, что ты плачешь. Если серьезно, ты никогда не должна мне было врать. Это он говорит своей девушке бывшей. Вам бы стоило видеть, каким взглядом она посмотрела мне глубоко в глаза и сказала, детка, я не боюсь умереть. Push me to the edge. All my friends are dead. Push me to the edge. Это, ну, типа, Лилу Зверт говорит, потолкни меня к краю. Ну, или к краю обрыва, либо к краю, как бы, жизни, да, типа, потолкни меня. Все мои друзья уже мертвы. Все мои друзья уже мертвы. Все мои друзья уже мертвы. Все мои друзья мертвы. Как вы думаете, ребят, про кого он говорит? Про друзей, которые погибли на районе. Нет, ребят. Он говорит про президентов. Про президентов, которые напечатаны на банкнотах, на денежках. У Лилу Зверта нет друзей, потому что он говорит, что из-за славы, типа, все продажные сволочи, его никто. В общем, нет у него настоящих друзей. Поэтому деньги для него настоящие друзья. И, соответственно, все мои друзья умерли. Это он делает отсылку к президентам, которые изображены на банкнотах, ребятки. Дальше его куплетик. Он говорит, фантом, он весь красный, внутри он весь белый. Фантом, это Rolls-Royce фантом, вот такой вот. Например, это Rolls-Royce Gucci Mane. То есть, весь он красненький, а внутри он беленький. Сексуальный фантомчик. И тут он говорит, что он хочет хэд, то есть, Лилу Зверт хочет кататься на фантоме в тот момент, когда ему делают кое-что приятное, ребят. Окей? My Britney got mad, I barely hurt man now. Это он говорит про свою бывшую девушку, Британи. Она разозлилась, и теперь он, ну, уже, скорее всего, у них не такие серьезные отношения. То есть, я очень маловероятно, что я вообще сейчас ее парень. Everybody got the same swag now. Все сейчас на одном и том же свэге. Он тут делает отсылку к остальным рэперам, к остальным ребятам. Потому что все одеваются как-то одинаково, а Лилу Зверт разносторонний такой чувачок. И он как бы индивидуальный. Stacking my bands all the way to the top, all the way till my bands falling over. Это он говорит про бабки. Он стакает свои денежки до того момента, пока они вообще не упадут. Вот это вот грудный денежек свалится. Ну, выебон по поводу бабок. Для рэпера это нормально, да? Это он говорит про какого-то парня. Каждый раз, когда ты сваливаешь, твоя девчонка звонит мне и говорит, приезжай ко мне, сладенький. Yo, what's up? И Лилу Зверту нравится, как твоя девушка обращается с ним. Она уйдет от тебя, не уйдет от меня. Я называю это Казанова. Он делает отсылочку на Казанова. Казанова это такой чувак, который мог ублажать любую девчонку, любая девочка, готова ему было дать. Вот, и Лилу Зверт себя сравнивает с Казановой, ребят. Почему нет? Сексуальный засранец, дьявол. А, блин. Все, ребят, тихо, тихо. Я могу вышибить себе мозги, но Ксенокс помогает справиться с болью. Пожалуйста, Ксенокс, помоги мне, как бы, избавиться от этого. Ну, то есть, от каких-то там переживаний, от каких-то депрессий. Тут интересная фраза. I'm committed, not addicted, but it keeps control of me. Я независим от Ксенокса, но почему-то он меня держит в контроле. То есть, ну, как бы, знаете, наркоманы часто говорят, нет, нет, у меня нет зависимости. Хотя, на самом деле, у них есть зависимость уже давно. Они говорят, в любой момент могу, как бы, перестать курить, перестать долбить. А в итоге, нет, он уже не может перестать долбить. И тут Лилу Зверт тоже говорит, что у меня нет зависимости, но, but it keeps control of me. Типа, но оно контролирует мной. Соответственно, братишка, у тебя есть зависимость. Всю боль я теперь не чувствую, я уверен, что оно меня замедляет. Это он все про Ксенокс, про эффект Ксенокса говорит. Дальше он тоже самое говорит, что я, на самом деле, мне пох, если ты заплачешь. Ты никогда не должна была мне врать. Видели вы, как она посмотрела мои глаза? Она сказала, братишка, я не боюсь умирать. Дальше куплетик. Тут Лилу Зверт говорит, что это не твой свек, братишка, ты вообще фейкаешь по жести. Это какие-то люди, которые копируют стиль Лилу Зверта. Он, типа, подходит и говорит, ее, братишка, это не твой свек, fuck all. Now these, пацаны готовы взять мой Cadence. Cadence это, ну, в общем, как звучит у него музыка. Вот все пацаны теперь пытаются копировать Лилу Зверта. И он немножко раздосадован об этом. Делает отсылочку на NASCAR, Fast Car, NASCAR. Он ездит быстро, делает отсылку на NASCAR, NASCAR. Это гоночки, все знают, такие популярные. Дальше он поет. И тоже там-то классно, классно он поет. Вот вся вот эта мелодичность, ребят. Сейчас я вставлю, как он на этот момент поет. Он говорит, что у него вещи из-за рубежа, то есть, через моря, overseas, типа, через моря, ну, как бы, на другом плане. Он говорит про Европу, что одежда у него из Европы. У него куча бабок, и все они C-notes, C-notes, это голубые вот эти соточки, то есть, ну, сотки, самые большие, как бы, купюры в Америке. И дальше он говорит, что у меня, как бы, соточки, а у тебя, братан, какие-то вообще барыжные, вонючие, старые денежки. Вот такой вот трек у Lil The World, ребят. Советуйте мне дальше, советуйте мне патроны для нашего музыкального патронташа. Мы обязательно посмотрим, разберем ваш трек, ребят. Пишите в комментариях. Так, плюс. Спасибо, что смотришь, плюсик. Респект тебе. Ребят, если также хотите попасть в шатт-аут в конце ролика, оставляйте комментарии, возможно, именно ваш комментарий будет у меня в следующем видео. Всё, ребят, спасибо, что смотрите, подписывайтесь на меня в Инстаграме, Твиттере и ВКонтакте. В общем, вот и всё. Слушайте грамотную музычку, качайте и раскачивайте, ребят. Эшкеря. Увидимся. Немножко дабов для вас, ребят. Уи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok